Всем привет, сальсогеймером микрофона, год откроет формат ролика, сам по себе который я не очень люблю, обзор Кнайтл Фонар 2. Кнайтл Фонар 2 это глобальная стратегия, охватывающая период поднего средневековья. Студия Black Sea Games в своем время выпустила отличный конкурент Total War от Creative Assembly, и аналогов или конкурентов у первой части практически не было в сфере стратегий. Мое внимание игра привлекла благодаря трейлерам, а потом я прочел несколько игровых статей и посмотрел видеоролики по теме. Игре ни много ни мало пророчили укатать все игры от Paradox в Асфальт. Очень заманчиво поиграть в крестовые походы 3, но с другими идеями от людей, не имеющие никакого отношения к Paradox. Но является ли игра конкурентом Crusader Kings 3? Нет. Несмотря на то, что в игре есть королевская семья, она не играет никакой роли за исключением того, что вы самостоятельно собираете еще одного семьора. За более чем 60 часов игры мое королевство не развалилось на кусочки после смерти монарха. Даже при низком авторитете короны и вызвало лишь одобрение или недовольство знати. Вассалы не откусывали куски от моего королевства и не остановились независимыми. Были бунты, но они не связаны были со сменой правителя. Может я правил своей компьютерной мышкой очень хорошо? В интервью разработчиков роль королевской семьи в игровом процессе очень сильно преувеличена. Игра представляет собой глобальную стратегию, в которой вы выбираете одну из королевств 15 века. Лично мне здесь не понравились неточности, которые допущены на карте, особенно в отношении средневековой Руси. Такое ощущение, что монгольское нашествие отменили. Но это лично мое наблюдение целиком субъективно и на игровой процесс не влияет. Вы выбираете одно из королевств и берете в свои руки правление. Ваше королевство будет состоять из провинции. В центре каждый размещен столичный город. А по провинции будут раскиданы поля, церкви, луга и пастбища. Графика у игры очень красивая. Все детально проработано. И видно поля пшеницы, коровы бегают по пастбищам, пасутся кони. Игра детально проработана в плане графики. Во время боевых столкновений фигурки солдат с экипировкой прорисованы отлично. Даже если вы выбираете вместо развернутого боя автобой, панорама поля боя не схематичная картинка. А на ней нарисованы именно те войска, которые в наличии у вас и у противника. И это поразительно. Видно, насколько тщательно подходил разработчик к мелким деталям. О графике понятно? Вернемся к игровому процессу. Вы будете заниматься в основном вербовкой вассалов, набором в армию и строительством городов. Строительные ветки городов содержат 4 цепочки, одинаковые для всех столиц. Военные постройки, торговые, религиозные и сельскохозяйственные. А внизу будут расположены уникальные постройки, количество которых зависит от географического положения и ресурсов. Ресурсы каждую партию распределяются рандомно. А постройки, связанные с географическим положением, всегда одинаковые. Например, в приморских поселениях у вас добавятся цепочки кораблестроительства, а также пиратские бухты. При речных поселениях вы можете строить лодочные пристани и ловить рыбу, построить сеть оросительных каналов для получения дополнительного урожая. Экономическая система игры очень развитая. Для получения некоторых товаров вам предстоит проделать огромные усилия. Для начала вам нужно владеть провинцией, где находится сырье для производства того или иного ресурса. Например, для того, чтобы добывать рыбу, вам нужна будет соль, необходимая для ее хранения. Для добычи соли нужны провинции с ее залежами. Для лесозаготовки нужны густые леса. Постройки дают ресурсы, очки урожая, очки торговли, очки обучения и набор рекрутов. А также товары. Пушнина, соль, селитр и много чего. Товары составляют наборы эпох, благодаря которым вы можете одержать победу. Всего эпох 8. У каждой свой набор товаров. Если вы набираете необходимый набор товаров, ваше королевство автоматически вступает в эту эпоху. Эпоха приносит определенные бонусы. У каждой эпохи они свои. При этом вы не сможете все ресурсы для создания товаров купить у соседей. Условия игры таковы, что вы сможете вести торговлю только с двумя-тремя королевствами, а импорт товаров сильно ограничивают очки торговли. Важные стратегические ресурсы буквально сжирают гигантское количество очков. Так что даже если вы задумали добиться победы дипломатическим путем, воевать в любом случае вам придется. Для захвата городов с важными стратегическими ресурсами. Есть еще второй способ победить в игре. Любое ваше действие в игре, новый товар, победа над противником, дипломатическая победа приносят вам очки престижа. Набрав 5000, вы сможете попытаться стать мировым императором. Если у вас достаточно влияния и другие великие державы проголосуют за, вы выиграли. Если нет, то те, кто против, объявят вам войну. Вид войск в игре не очень много, хотелось бы побольше. Они делятся на рекрутские и профессиональные. Для найма профессионалов вам предстоит строить казармы и оружейные. Но в любом случае на набор войск у вас будут тратиться рекруты. Поэтому их постоянное пополнение очень важно. Вы не сможете набирать армию без маршала. Для этого вам необходимо нанять соответствующего феодала. Из феодалов вы можете нанимать дипломатов, священников, торговцев и шпионов. Они развиваются и получают навыки. Шпионов можно заслать во вражеские государства, провоцировать бунты и подкупать вражеских феодалов. Дипломат повышает авторитет короны в королевстве, а также может создавать союзы. Священник читает проповеди и распространяет культуру вашего королевства. Вы можете добавлять и развивать способности каждого из вассалов. К тому же некоторые вы можете закрепить в качестве королевских традиций, которые могут изучать ваши феодалы бесплатно. Давайте обобщим все плюсы игры. У игры отличная графика для стратегий. Очень детализированная. Она сочетается с очень красивым саундтреком на фоне. Музыка в игре содержит 43 музыкальных композиции от Робина Бернера и Яника Зюса. В игре звучат и грандиозные оркестровые композиции, и сольные композиции отдельных инструментов. Музыка очень красивая, но композиции в среднем длятся полторы минуты. Так что буквально меньше чем за час вы услышите их все. И они начнут повторяться. К тому же между каждой возникает довольно большая пауза. И с запуска нового саундтрека приходится ждать больше 10 секунд. Удобный интерфейс, который поможет быстро разобраться, в каком состоянии находится ваш город, а также город противника. Какие из них уязвимы или находятся на грани бунта. Интересна механика авторитета короны. Авторитет короны складывается из поддержки всех групп населения и влияет буквально на все в королевстве. Насколько быстро будут принимать вашу культуру и религию в завоеванные провинции, на стабильность в провинциях, а также насколько легко подбить на бунт ваших маршалов или членов семьи, или же подкупить кого-то из феодалов. Глубокая экономическая система, многоступенчатая цепочка получения некоторых элитных товаров, включающая систему постройки зданий и стратегического планирования захвата городов. Все это создает глубокую экономическую и стратегическую систему, гораздо более глубокую, чем любой части всех исторических Total War. Благодаря своим феодалам вы можете разыгрывать отличные комбинации. Например, создать оборонительный союз и с помощью шпиона спровоцировать войну между вашим сильным врагом и участником союза, а затем с покерфейсом поехать защищать союзника, попутно разбирая вражеское королевство на куски и отвоевывая земли. К тому же вы всегда можете заручиться поддержкой наемников, если ваша казна ломится от звонких монет. Дипломатическая и шпионская системы в игре продуманы неплохо. Ваши конечные цели включают и экономическое, и стратегическое планирование, а не тупое захватывание ключевых точек, как в некоторых играх подобного жанра. Огромная карта с выбором провинции к вашим услугам. Вы можете на старте выбрать из множества стран, и стартовые условия будут разные. Реиграбельность, рандомно распределенные ресурсы и возможность выбора стран с разными стартовыми возможностями. Например, вы можете начать с самого плохого варианта – вассального немецкого княжества, или одного из испанских княжеств период реконкисты, и объединить Иберийский полуостров. Начальные условия сильно влияют на тактику и ход игры. Этих плюсов вполне хватает, чтобы многие игроки провели несколько десятков часов в этой игре. Мультиплеерный режим тестил мало, поэтому могу и мало что о нем сказать. Теперь поговорим о минусах. Большой минус в игре – поведение камеры. Камера может буквально носом пахать землю, так низко ее можно опустить, а подняться высоко не может. В результате она показывает лишь одну провинцию, и если вас атакуют в нескольких областях сразу, ориентироваться становится тяжелее. В игре нет никаких случайных событий, которые меняли бы хоть немного ход игры. Никаких сюрпризов, хороших или плохих, игра не принесет. Ситуации, которые могут создавать ваши вельможи в игре, очень ограничены. За первую же игру вы выучите их все. Набор достаточно скудный. Рандомный выбор способности вассалов. Способности у вассалов хватает, но дают вам развивать лишь те, к которым есть склонности у персонажа. В результате создать персонажа с гармоничными характеристиками бывает трудно. А чаще прокачка персонажа выглядит как конно-пехотный тактик с навыками проповедника и маскировки. Частично это сглаживается набором королевских традиций. Королевская семья, похоже, больше добавлена, что было. Я даже и не пробовал строить династические союзы. Король у меня существовал сам по себе. Сам убирал себе жену, занимался королевством как мог, и мне не помогал, и не мешал. Король просто еще один вельможа под вашим контролем. И даже если кто-то из королевской свиты вступал в брак, то новые земли я не приобретал и не терял. Да и на политику родство королевских домов влияло чуть больше, чем никак. Единственное, что в окошке дипломатии появлялась колонка разорвать родственные связи. Во время боя рядом с солдатами появляются колонки с условиями боя. Бой идет на равнине или среди густого леса. Кардинально ход боя это не влияет. Но при равных силах противников может сыграть решающую роль. То есть влияние местности на перемещение войск и развертывание мало проявляется. У игры довольно абстрактное обучение. Игра в тестовом формате расскажет примерно, что и как здесь работает. Но несмотря на это, во многом игроку приходится разбираться самому. Очень слабо и противников. Противник даже обладает численным преимуществом и будет идти штурмом на ваш город. Он будет слоняться по предместиям и заниматься тем, что разорять поля, сторожевые посты, пастбище и только потом двинется на город, давая вам время собрать армию и ответить на удар. Также противник будет нападать на вас при вступлении вашей армии на вражескую территорию, даже если на вашей стороне будет огромнейший численный и опытный перевес. Это компенсируется игрой с настоящими соперниками по сети. Лично мои претензии к игре, только мои, это отсутствие практически разницы между провинциями. Я начинал играть за новгородское княжество, свою первую игру, и ожидал, что буду строить экономику на промысле пышнины, добыче воска и изготовлении свечей. Земледелие будет не развито совсем, как это и было в реальности, но ничего такого не случилось. Сельское хозяйство развито во всех регионах одинаково, к моему огорчению. И не зависит ни от страны, ни от географического положения. Очень мало уникальных зданий для огромной карты. И самое главное, честно говоря, я сам не помню про первую часть много, настолько давно она вышла, но по комментариям пользователей в Дискорде и под видео, игра вышла с минимальными изменениями по сравнению с первой частью, разве что в плане графики. После стольких лет ожиданий многих поклонников, звучит очень грустно. В целом игра отличная в качестве глобальной стратегии, и вполне может конкурировать с любой исторической частью Total War, в плане экономической и стратегической системы, но проигрывает ей в плане батальных сцен. Игра уже вышла, и вы можете опробовать её сами, и лучше в мультиплеерном режиме. Игра доступна в Steam, GOG и Epic Store. Всем спасибо за внимание, спасибо, что провели со мной время. Среда, середина недели. Офигеваем от того, сколько за праздники накопилось работы, и потихоньку ползём к выходным. Оставайтесь на канале SalsaGamer. Код обещает быть насыщенным в плане релизов. Подала признаки скорого релиза в The Day Before. Близится релиз Atomic Heart, а также очень ожидаемый мною Hogwarts Legacy. Инди-сектор порадует несколькими хорошими релизами в этом году. Об одном из них расскажу уже завтра. В целом, о новинках есть что порассказать в течение года. Заглядывайте, чтобы поболтать на наш канал в Дискорд и на лайв-канал. Ссылки в описании. На этом откланиваюсь. Пока-пока, и не бомби по пустякам. Субтитры сделал DimaTorzok